Зачем нужна арабская грамматика? Зачем мне изучать грамматику, если я могу сразу начать с заучивания хадисов или же заучивания тафсира, Кур'ана, фиқ, арқиду и так далее? Бисмиллах, аль-хамду лиллах, ас-салату ас-саламу аля ресулу лиллах, амма аба'аду, ас-саламу алейкум арахматуллах, дорогие братья и сестры, Этими вопросами задаются многие начинающие студенты, которые начинают изучать арабский язык, арабскую грамматику и встают на путь изучения знаний, хотят изучить хадисы пророка, салаллаху алейкум, правильно их понимать, уметь правильно переводить книги. И в этом видео, иншаллах, я постараюсь пояснить и показать важность и значимость арабской грамматики. Почему важно изучение арабской грамматики, почему нужно на это уделить большое внимание. И это я постараюсь сделать на простых трёх примерах, иншаллах. Итак, первый у нас идёт пример, мы видим, да, у нас есть два слова, это ғалямун, карандаш, и джамилун, красивый. И многие, конечно, те, кто уже изучают арабскую грамматику, сразу же, наверное, поймут, и смогут ответить на вопрос, все эти три примера, они переводятся одинаково или нет? И я думаю, сейчас, наверное, каждый начинающий, кто только вот начал изучать арабскую грамматику, они, наверное, задумались. Каждый, кто только на начале пути, они, наверное, призадумались. Теперь, как это? Разве может быть по-разному перевод? В чём разница? Разве здесь есть какая-то разница между этими примерами? И, конечно же, разница есть. И уже те, кто уже изучают грамматику, прошли какие-то книги, они уже сразу же поняли. И здесь разница, смотрите, если первый пример возьмём, разберём его давайте, там мы видим, что есть определённый артикуль «Аль», да, мы видим, артикул есть, который «Аль-Каляму», именно в слове «Каляму» она есть, артикул, а в слове «Джамилюн» его нету. Во втором примере мы видим, оба слова имеют определённый артикул. А в третьем примере только «Джамилюн» имеет «Аль-Джамилю», да, только он имеет определённый артикул. И таким образом теперь возникает вопрос, перевод у этих всех трех слов одинаковый, имеется в виду трех примеров наших, или же нет? Конечно же, ответ очевиден, наверное, уже стал после нашего разбора, что, конечно же, перевод не одинаковый. И давайте сначала переведем и уже дальше поясним. Первое. В первом это у нас, я забегаю чуть вперед, попытаюсь объяснить. Здесь, наверное, даже если кто еще не изучал грамматику, попытаюсь объяснить. В русском языке есть такое понятие, как подлежащее и сказуемое. Точно так же, примерно так же, даже скажем, да, схоже с этим и в арабском языке тоже есть. Это называется муптада хабар. И здесь у нас аль-каляму идет как муптада, то есть то, о чем рассказывают. А джамилун, это уже получается тот рассказ, что мы как бы дали. Получается аль-каляму, когда мы говорим, мы говорим карандаш, вот определенный именно какой-то карандаш. Если, например, тот человек, который рассказывает про какой-то карандаш, мы видим, например, у него он в руке. Или же мы уже знаем о каком-то определенном карандаше уже шла речь в контексте, да. То есть аль-каляму означает, что мы знаем уже о каком карандаше мы говорим. И получается, когда он говорит джамилун без артикула, получается, он нам дал новую информацию, что вот этот карандаш, он красивый. Теперь мы поняли, ага, какая-то новая информация об этом карандаше, которую мы еще не знали. То есть когда человек хочет донести на нас новую информацию, он этот, это называется хабар по-арабски, и он уже идет без артикула аль. Также, ну, в данном примере, в данном случае джамилун, мы видим, в конце идет танвинун, да, это называется дамма. Вот она означает, что признак хабара. То есть хабар, он всегда имеет именно вот окончание. Это признак окончания рафру. То есть именительный падеж, если примерно плюс-минус на русском, это именительный падеж. Видите, сколько всего я уже сейчас разобрал, чтобы правильно перевести это предложение, я уже понял. Ага, первое слово это моптадар, там есть артикул, оно имеет такое-то окончание. Второе слово артикул не имеет, оно в неопределенном состоянии, у него такое-то окончание, поэтому оно переводится именно таким образом. То есть это какая-то новая информация. Далее, давайте я сначала все три примера вот так разберу, переведу правильно, и после этого уже поясню, зачем нам это вообще нужно, нужна эта информация. Второй пример у нас идет, оба имеют определенный артикул, да. Аль-Каляму аль-Джамилю. В этом случае получается как? Это уже не хабар. Джамилюн это не хабар. Если я говорю аль-Каляму аль-Джамилю, это означает, что я хочу донести, вот у меня в руке, например, карандаш представим, и я хочу сказать, вот этот карандаш, который у меня в руке, вот этот красивый карандаш, который у меня в руке, то есть красивые слова, вы уже знаете о нем. Вам уже известно, что это красивый карандаш. Если я говорю аль-Каляму аль-Джамилю, оба ставлю определенным артикулом, значит, вот этот красивый карандаш, и что-то я хочу уже вам рассказать. Значит, хабар я вам еще не рассказал. То есть новую информацию о нем я вам не дал. То есть это как будто бы я начинаю свою речь. Вот этот красивый карандаш, да, вот получается, упал, вчера я купил, например. Например, да? Вот так можно сказать. К примеру, если вот получается хабар, и купил я, я купил вчера. То есть я что-то новое вам рассказал о нем, дал вам новую информацию, но в данном случае аль-Каляму аль-Джамилю, это означает, что мы описываем уже карандаш, и он уже, вы уже знаете эту информацию. И вот этот красивый карандаш, и что-то я должен продолжить. То есть я хочу что-то, вот какую-то речь сказать, про красивый карандаш рассказываю. А в первом предложении мы понимаем, что мы просто карандаш, и я вам говорю, он красивый. А потом уже, например, я хочу про красивый карандаш, что-то новое хочу рассказать. Еще что-то новое. Вот. Видите, как отличается. Просто вроде бы артикул добавили, уже сильно отличается вообще. Это уже становится даже не предложение, это уже вовсе не предложение. Это просто словосочетание с незаконченным вообще смыслом. Видите? Третий пример. Тут уже мы убрали у слова карандаш, убрали определенный артикул. Что это? Это у нас уже идет на русском, это будет как изофетное словосочетание называют. То есть, получается, если попытаться так, попытаюсь объяснить по-легкому, это получается, мы хотим сказать вот этот карандаш он из красивых карандашей. То есть, он относится к красивым карандашам. Например, другой пример тоже приведу, чтобы еще более понятно было. Например, если мы скажем ГУЛЯМУ ЗАЙДИН ГУЛЯМ это переводится как, скажем так, слуга. ЗАЙД это имя. Получается ГУЛЯМУ ЗАЙДИН это получается слуга ЗАЙДА. То есть, он принадлежит ему. Или же если мы, получается, вот мы делаем такое изофетное словосочетание, когда мы хотим о принадлежности. Или же что он является из таковых. Да, вот получается, карандаш из красивых. Вот этот карандаш, он из красивых. Вот. Уже совсем другой смысл. То есть, мы говорим, что из красивых, вот этот карандаш из красивых. Тоже какая-то новая информация. Но уже совсем другой смысл. Видите, да? То есть, это уже не никогда я вам хочу вот про красивый карандаш что-то хочу. Нет. Это карандаш из красивых. КИТАБУ ЗАЙДИН например, КИТАБУ АМРИН И самое главное, мы видим еще и окончание, видите, мы поменяли то же ИН. Да? Уже окончание И в конце. Почему? Потому что это тоже уже идет, называется по-арабски ДжАРРУ, окончание ДжАРРУ. Это как родительный падеж. Ну, примерно. Чтобы вам было понятно, это как родительный падеж вот в русском языке. То есть, мы уже поставили, окончание тоже поменяли. Там уже, видите, везде было УУ, а здесь уже идет И. То есть, КАСРА идет. Уже идет совсем другое окончание тоже. Это уже тоже о многом говорит, что получается, мы поменяли окончание, мы убрали артикул у первого слова. и таким образом, видите, сколько всего мы поменяли и совсем другой смысл получили. И отсюда грамматика, теперь вопрос многие задают, а зачем? Вот если вернуться к тем вопросам, которые вначале многие задают, а зачем грамматику, если это время можно потратить на изучение хадисов и так далее, фикх изучить, акиду изучить и так далее. Вот почему нужна арабская грамматика. Потому что при заучивании арабской грамматики мы учимся правильно переводить текст в первую очередь. Конечно, дополнительно мы еще узнаем, как правильно ставить окончание, потому что даже вот эти все огласовки, как правильно их ставить. Мы начинаем узнавать, почему? Потому что в арабских книгах мы знаем, что там без огласовок. То есть в арабском языке пишется все без огласовок. И чтобы понимать, какую огласовку где поставить, как правильно окончание сделать, чтобы правильный смысл извлечь из текста. И если мы видим какой-то текст, ага, значит здесь вот такой-то смысл, а здесь другой смысл. Да? То есть получается что-то новое нам рассказали или же нам рассказывают еще про что-то. Как это узнать? Вот все эти нюансы скрыты в арабской грамматике. Это три примера. Это лишь маленькая, да, пылинка из целой арабской грамматики, в которой столько всего интересного и столько всего, да, что нам помогает правильно понимать текст. Вот это правильное понимание текста практически невозможно без арабской грамматики. Да, человек может достичь этого с огромной практикой, да, когда он много-много будет практиковаться, но арабская грамматика, знание грамматики облегчает этот процесс, этот путь в разы. Есть даже, я, наверное, даже не ошибусь, если скажу, в десятки раз облегчает заучивание. Потому что ты, видя уже тексты, начинаешь понимать, ага, вот здесь фааль, действующее лицо, у него окончание рафа, он в именительном падеже стоит, значит, это действующее лицо, он тот, кто выполняет это действие. То есть, даже если, например, мы скажем, насара, зайдун, бакран, видим, да, насара, это мы, ага, это глагол, он помог зайд бакру, почему, откуда мы знаем, что зайд помог бакру, а не наоборот, откуда мы это узнали? Мы это узнали, потому что зайдун, видим, да, там у, окончание у зайда, значит, он помогает, он выполняет действие глагола, он действующее лицо, бакран, мы видим, да, там окончание а, А значит, помогают Бакру. Он тот, на кого падает действие глагола. Вот таким образом мы и видим, да? Текст переводим правильно. Это сейчас примеры такие банальные, простые примеры, чтобы вы поняли. А ведь бывают большие тексты, целые страницы книги. Бывают огромные абзацы, в которых идет речь о чем-то. И вот этот муптада, да, аль-каляму, например, идет в начале, очень много слов идет, 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 идет. А вот это джамилюн, оно потом может прийти. Ведь это же так бывает в контексте больших текстов, текстах, так и идет. И потом мы понимаем, ага, так, здесь артикула нету, здесь идет окончание, так, именительная падежа, значит, скорее всего, да, вот это, скорее всего, его хабар. И вот так ты правильно начинаешь между собой связывать целый текст. Правильно между собой связывать слова, правильный смысл им передавать. Таким образом, ты приближаешься и приближаешься к пониманию правильного перевода этого текста. Вот в чем важность арабской грамматики. Вроде бы три простых примера, вроде бы два одинаковых. Вроде бы два слова, да, которые везде, во всех трех примерах одни и те же два слова, но имеют смысл все три примера абсолютно разный, совершенно разный. Это арабский язык, и поэтому в арабском языке все наглядно и понятно. Поэтому арабская грамматика у меня на канале, переходите. Есть в разделе плейлисты на ютубе, также в телеграм-канал, вконтакте. Подписывайтесь, ютуб, скорее всего, уже плохо работает, могут заблокировать, переходите. Там уже есть уроки по тасрифу, уже про глагол арабский. Полностью есть про мяту амелин. Это у нас сто частиц арабских. Полностью про них рассказывается, какие смысла они имеют, для чего они используются, в каких местах и так далее, какие они окончания делают. Все это рассказывается. Также Адюрумия. Тоже полностью вся книга есть. Эти три книги, начальные три книги, которые нужно, с них нужно начинать из заучивания арабской грамматики. Очень хорошие книги, хорошая база, с которой можно стартовать в мир арабской грамматики. Вассаламу алейкум варахматуллах.